Крымские наркодилеры Форсаж по коме. В Сыктывкаре нетрезвый водитель устроил настоящие гонки с сотрудниками ДПС Сама себе защитник. Русская женщина и коня на скаку остановит и вора за руку поймает Безналичный обман. В коме все чаще происходит мошенничество с банковскими картами Редкой для Сыктывкара погоней закончилась история с нетрезвым водителем «Шевроле» Ни три задействованных экипажа, ни впоследствии прострельное колесо не охладили пыл лихача В итоге автомобиль потерял управление и вылетел с трассы в кювет, а сам мужчина попытался скрыться в лесу Однако уйти от заслуженного наказания злоумышленнику не удалось Репортаж Антона Булаева 9 сентября в 11 вечера на экране Сыктывкара сотрудники ГИБДД заметили легковушку, виляющую стороны в сторону Патрульный экипаж попытался остановить водителя для проверки документов, но тот не подчинился В районе местечка Дуручасток к погоне подключился второй экипаж «Шевроле» со скоростью 160 км в час направилась в сторону Эжвы При этом не раз пересекала сплошную линию и двигалась по встречной полосе Заставляя других участников движения прижиматься к обочине Далее водитель вовсе потерял управление и автомобиль пошел за нос Несмотря на скорость и тряску, инспектору все же удалось попасть в заднее колесо машины Но даже на спущенной резине лихач продолжал движение Пока на 45-м километре трассы Сыктывкар-Ухта не потерял управление и не съехал в Кювет Беглеца задержали, им оказался ухтинец, 1981 года рождения Автоинспекторы приняли решение о применении огнестрельного оружия Поскольку водитель неоднократно нарушал требования правил дорожного движения Создавал реальную опасность жизни и здоровью граждан И вне населенного пункта автоинспекторы приняли решение Для применения огнестрельного оружия в стиле установки данного транспортного средства Было произведено два выстрела Один предупредительный, один по заднему колесу автомобиля Проходить тест на алкоголь ни в патрульной машине, ни в медицинском учреждении мужчина не пожелал Автомобиль гонщика отправился на штрафную автостоянку А сам нарушитель угодил в спецприемник В отношении задержанного инспекторы составили более 50 административных протоколов Кроме оплаты штрафа, который явно превысит 100 тысяч рублей За отказ от прохождения медицинского освидетельствования Молодому человеку придется распрощаться с правами Как минимум на полтора года В глухую северную глубинку завела жителей Крыма жажда легкой наживы Верховный суд Коми приговорил к тюремному сроку за наркозбыт в крупном размере Романа Алфутова и Никиту Голодняка По данным следствия, которое вело ФСБ России Жители Южной Республики работали на межрегиональный интернет-магазин по продаже Дурмана Одной из крупных партий, 3 килограмма синтетики, наркокурьеры доставили в Коми Здесь же и выслушали приговор Из зала суда репортаж Эдуарда Бушоева Эти молодые люди, жители Симферополя, попали в поле зрения сотрудников ФСБ России в начале прошлого года По данным спецслужбы, 25-летний Роман Алфутов Уже больше года был трудоустроен в одном из межрегиональных интернет-магазинов по продаже наркотиков Начинал с обычного закладчика мелких пакетов от 2 до 10 граммов А затем дорос до курьера и заведующего региональным складом Незаконной деятельностью, связанной с учреждением закладок, наркотиков в окрестностях Симферополя Занимался примерно до лета 2017 года Потом он начал ездить в город Москву и в Московскую лозу И извлекал закладки с наркотиками большого, где он от 2 до 10 килограмм Выставлял без мульки крем Сбывал, размещая в тайники, либо всю массу, либо разделив их на несколько частей в окрестностях города Симферополя Примерно осенью 2017 года он привлек испытывающего финансы от удовольствия Голодника Предложив последнему вместе заниматься законным оборотом органических средств, Голодник согласился 20-летний Никита Голодник был племянником жены Алфутова Первоначально дядя поручал ему только мелкие задания Но раз за разом все больше втягивал его в нелегальный бизнес Необходимо было крупной партии наркотиков расфасовывать по более мелким разовым дозам С чем Алфутов не всегда справлялся, он привлек для этих целей своего родственника Голодника В обязанности последнего входила на первоначальном этапе именно помощь в расфасовке и упаковке мелких доз наркотика И в последующем он был уже привлечен для непосредственно извлечения наркотика из тайников крупных партий И оказание содействия в перевозке их из города Москвы и московского региона по другим субъектам Российской Федерации В середине марта 2018 года Алфутов и Голодник отправились в Москву за очередной партией дурмана Изъяли в двух тайниках почти 5 килограммов гашиши и больше полутора килограммов таблеток МДМА Так называемые клубные наркотики нужно было доставить в Крым Для этого их поместили внутрь автомобильной колонки сабвуфера Впрочем, довести до конечной точки товар они не успели Возле гостиницы их задержали сотрудники ФСБ Понимая, какие последствия им грозят за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере Молодые люди решили покаяться перед следствием Выдали сотрудникам спецслужбы два тайника с 3 килограммами синтетики Которую они вдвоем расфасовали по разовым дозам в конце февраля По указанию интернет-оператора Алфутов увез партию зелья в коме и спрятал на федеральной трассе «Вятка» на территории Сысельского района Закладку закопал, забросал снегом По указанию оператора данную закладку сфотографировал, сделал описание и скопировал на сайт, предоставляющий ссылку и пароль Вторую закладку сделал в тот же день после дорожного знака около Т-образного перекрестка на обратном пути Данные закладки длительное время находились на территории службы в коме, поскольку операторам не сообщил их координаты А также за закладки ему не заплатили Саденье нам раскается, приносит публичные извинения государству Алфутов утверждал, поскольку оператор не получил координаты Даньяков, то преступление было не завершено Кроме того, рассчитывал он и на то, что суд учтет его сотрудничество со следствием, выдачу партии наркотиков и смягчит наказание Так и произошло По статье обвинения ему грозило минимум 15 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения Срок назначили ниже низшего предела По факту покушения и сбыт наркотика в особо крупном размере Роман Аллафутов получил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 600 тысяч рублей Никите Голодняку дали чуть меньше 13 лет за решеткой и штраф в 400 тысяч рублей Наказание где хотите отбывать? Или собираетесь? В налоге? В целом, в Крыму или здесь? В Крыму По закону у осужденных остается право на обжалование приговора, что вероятно они и сделают Впрочем, кардинально изменить ситуацию им уже не по силам Слишком сурова статья, которую они нарушили в погоне за легкой наживой В последнее время в России настоящий бум мошенничеств с банковскими картами Только за одни сутки своих сбережений лишаются до 15 жителей Коми Какие схемы обмана существуют и как от них уберечься в рубрике «Полиция» Сообщает, расскажет представитель МВД Вера Железцова Владелец банковской карты должен держать свой финансовый инструмент в полной безопасности Важно не только хранить его в надежном месте, но и уберечь от мошенников Так, если персональные данные электронного кошелька попадут в руки преступника, можно потерять всю зарплату или пенсию А вот если карта кредитная, то еще и влезть в долги В августе месяце Соктовкарцу позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка Мужчина сообщил, что они зафиксировали попытку несанкционированного списания денежных средств Для защиты накоплений лжесотрудник просил сообщить ему все реквизиты банковской карты А затем код подтверждения операции, полученный из СМС Обманутый потерпевший выполнил все продиктованные ему условия А затем еще и поведал мошенникам о других своих банковских картах Таким образом, в результате общения по телефону со злоумышленниками Житель Соктовкара лишился всех своих денежных средств Потерпевший пояснил, что он видел СМС-сообщение о списании денег Но был уверен в том, что его денежные средства переводятся на его персональный счет В чем его убедили злоумышленники Другой вид обмана – перевод денежных средств на сторонний счет В конце августа жительница столицы позвонил неизвестный, якобы представитель службы безопасности банка Для сохранения сбережений от мнимых преступников Женщина по указке мошенника перевела деньги на счет, привязанный к чужому абонентскому номеру После перевода денежных средств потерпевшая так и не дождалась звонка от лжи сотрудников службы безопасности банка При попытке самостоятельно связаться с ними по номеру телефона, который ранее не звонили, телефон был выключен В ходе проверки было установлено, что телефонные звонки, по которым связывались мошенники с потерпевшей Были зарегистрированы в Челябинской и Курганских областях По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение денежных средств за банковского счета и мошенничество» Жительница Инты лишилась 45 тысяч рублей, когда доверилась псевдосотруднику банка Собеседник попросил женщину пройти к ближайшему банкомату, снять наличность и временно перевести их на некий телефонный номер Интинка выполнила указания афериста и под диктовку осуществила 4 перевода разными суммами на озвученные ей реквизиты После связи с работником банка также прекратилась Никогда не выполняйте действия с банковской картой под диктовку незнакомых лиц Не сообщайте чужим людям, тем более по телефону, реквизиты ваших карт и счетов, паспортные данные, пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию Сразу прерывайте разговор с такими лжесотрудниками Для полной уверенности звоните на горячую линию своего банка, где вы получите квалифицированную консультацию настоящего специалиста Решительная сыктывкарка помогла столичным полицейским раскрыть сразу две кражи Узнав от прохожих, что из ее грузовой машины похищены продукты питания, женщина в одиночку бросилась вслед за воришкой Схватила подозреваемого за руку и удерживала до приезда стражи порядка Ольга Коняева встретилась с героиней 2 августа Виктория Панюкова, водитель экспедитора одной из торговых компаний, подъехала к магазину по улице Морозова Начала разгружать товар Буквально минуты ее отсутствия хватило, чтобы некий злоумышленник поживился частью груза Мужчина взял из кузова две упаковки фарша и куриное филе А затем попытался скрыться вместе с приятелем Выхожу, меня останавливает молодой человек и говорит, что там кто-то двое, у вас из машины что-то взяли Хотя дверь была в машину прикрыта, я сразу к машине Образно так прикинула, чего не хватает, спросила у них, куда они делись, потому что вокруг никого не было Они мне указали, сказали, что они ушли в ту сторону Без доли сомнения, женщина побежала за подозреваемыми На ближайшей автобусной остановке она обнаружила подходящих под описание мужчин Схватила парней за руки и потребовала дожидаться с ней стражей порядка, которых вызвали прохожие Они говорили, что мы ничего не брали, я говорю, ну раз вы ничего не брали, ничего страшного не произошло Я говорю, если бы меня так спросили, я бы, я говорю, наверное, до носков путь разделась И лишь бы только меня не обвинили Но они тут сразу, нет, нет, мы не брали, не брали А потом вызвали милицию, вызвали милицию, они сразу сказали, мы вам вернем все, только заявление не пишите Я у него спрашиваю, я говорю, ну вот зачем ты взял, вот иди работай, я работаю Я тем более, я говорю, не только просто водитель, я водитель-экспедитор, я вожу товар, я его выгружаю У меня дома также трое детей, ну я же не иду, не ворую, я иду и работаю При досмотре одного из задержанных, 34-летнего сыктывкарца, полицейские обнаружили похищенные продукты Обоих доставили в дежурную часть для разбирательств Приятеля за непричастностью отпустили, а вот самого воришку силовики улечили еще в одном преступлении Видеокамеры магазина зафиксировали момент кражи бытовой химии Поэтому отпираться ранее неоднократно судимому мужчине не было никакого смысла Он заявил, шампунь планировал продать случайным прохожим, но не успел По факту двух краж в полиции возбудили уголовные дела У рецидивиста теперь есть все шансы вернуться за колючую проволоку Программа «Крик. Криминалы. Комментарии» подошла к концу С вами была Ксения Лосева Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте юрган.рф Следующий обзор криминальных происшествий в понедельник проведет Эдуард Бушуев До встречи на Юргане Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова